Продолжение следует... 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 Простите меня, отцы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и слав LAB. Храдил у тебя в целом Христе Божьей, нашему подлуханию Бога! Иже приныши святую женщину, и пусть мы спасли поблагодарить от всех, так дотран newer хрена. О Божьей нашим, За дороги нас, Господи, Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. таким, каким он есть, а не таким, каким он представляется в ложной церкви. Вот апостол Павел на послании 1 Коринфян сегодня очень четко говорит именно о значении креста для нашей жизни, для жизни христианской. В своем древнем мире по миру разделялся на две категории, по религиозной и по национальной принадлежности. Но вот иудеи, которым было открытие, познание о едином боге, они считали себя людьми уже спасенными и правительствами. А те люди, которые жили вне вот такого понимания, вне такой религиозной жизни, вне этой национальности, они называли уже богимших, то есть тех язычников, иудеи называли псами. Вот так относились к ним. Потому что считали, что если человек, ему нет, если он не верит в единого бога, то значит он не входит в эту категорию, в людей спасающихся. Вот Господь открыл совсем другой путь для нас с вами, когда открыл себя именно во время крестных страданий. И поэтому апостол Павел так и говорит слово о кресте для иудеев соблазна, а для язычников безумно. Почему он так об этом говорит? В принципе, это мы можем сейчас тоже с вами увидеть. Он говорит так, что иудеи ищут знамени, а эллины ищут премудрость. Поэтому слово о кресте для них является безумным. Вы представьте, да? Как может человек рационально, судьба, современному, вот почему так люди отвергают именно церковь, и учение, то, что священнослужители, церковное богослужение, а потому что не такое же физическое мышление. То есть мышление – знание. Они хотят знания. Но знание – это такое мудрость, это такое мирское мудрование. И вот мы видим, что и так же требует, и кто-то требует знания, и ищет постоянно знания. Вот мы поверим и тогда, если в церкви случится то-то, то-то и то-то. Мы уверуем и тогда, что следует то-то, и то-то, и то-то. Тогда мы уверуем. Но мы видим это и с вами из Священного Писания, ведь иудеи требовали от Господа Иисуса Христа постоянно «покажи нам знамя, знамя не дай нам какое-нибудь, то есть чудо какое-нибудь дай, мы тогда уверуем». Мы видим, как многие люди тоже современные, тоже хотят так «дайте нам какое-то знамя, реальное знамя, что именно эта церковь настоящая, истинная церковь дает нам что-то такое невообразимое, а чего они сами называют. Хотя чудес, как говорится, мы видим с вами множество, и они являются постоянными. Для нас с вами они очевидны. И для нас они являются некой составляющей части нашей свадьбы церковной жизни. Потому что нам самое главное, что нам самое главное, это слово о кресте. И вот как сказал один из старцев, именно в встрече с старцев, с архимандритом Геолохи, он искал прежде всего познание. Не знание, а познание. То есть человек должен познавать. Знание – это что-то внешнее. То есть человек что-то знает, что-то научается, чему-то учится. А познание – когда человек через свою жизнь познает кого-то? Богу. Вот это, как говорится, присущно нашим, родным христианам. Именно искание познания. Не знание, а именно познание. Ведь смотрите, Христос был среди этих людей, очень знающих людей, знающих священные писатели. Ведь они опять же в Него не верили. Так же и в Звичнике, да? Были множество философских разных учений, течений разных. Но опять же, что происходило? Опять же вера не пустила. Это было безумие. Как же так, с их представлением таким. Ведь кем Бог должен являть и что Он должен вести прежде всего? Что Бог должен нам давать? Силу, крепость, напор. О чем говорит сегодняшнее современное общество, да? Что требуется для современного человека, что требуется для современного молодого человека? Как мы именно видим в наших телепередачах, в каких-то таких программах, даже в лозунгах таких, да? Именно, что этот, этот, надо брать этот мир силу, некой такой силы. Знай, узнавай, познавай. Для тебя не важно, что творится с тобой не в ближнем любви. В ближнем, в риске, это не важно. Главное, для того, чтобы кто ты есть, кто ты сам есть. Христианство совсем другое. Христианство это обратно. Это, наоборот, это отдача себя. И поэтому для языческого мира это было странно. Как же так? Люди ничего не требовали. У них Бог какой-то странный. Он сделал то, что именно предался в его сына, да? Распятие. А что такое распятие? Распятие это позорная смена. Для римского гражданина, даже которого не распинали, они слово, слово даже креслость, они заменяли просто деревом. И даже дрожь вызывала у них, когда они слышали слово «крест». Потому что они видели, какие крестные муки совершаются над теми людьми, которые передавались себе. Это было в цирках, когда поступали, ими на гладиаторах, казнили многих людей, преступников казнили, и казнили на кресте. Это было страшно. И вдруг христиане говорят о кресте. О том человеке называют его Богом, которого распяли на кресте. Как можно посчитать Богом? Это невозможно. Это какой-то преступник. А для иудеев они никогда никого не вешали. Когда человек или преступник умирал, тогда для именно выявления его позора они вешали его на деревья. для иудеев для иудеев было важно, что? Чтобы после смерти сразу предать человека в земле. Если он предается в земле, значит он в крови. А этот человек, который Христов присел на одеяев несколько дней. И вот для них было именно соблазном то, что как можно считать Иисуса Христа Богом, когда Он был и сел на Христе, когда Он не был предан земле. Как можно его Богу? Значит Он проклят. Для них это было соблазном. А для эллинов это было безумно. Потому что для них Боги были совсем другими. Это Боги не Иисусы. Это Боги как можно назвать нашим христианским языком покровители страстей. А мы знаем с вами православные христиане что это такое что страсть обозначает. А для язычников эти страсти становились с Богами. И уже если мы говорим именно церковное речение говорим что человек должен уподобиться Богу то языческий мир видел это совсем по-другому. Бог должен уподобиться представленным человеку. То есть мы с вами христиане стараемся именно уподобить себя Богу Иисусу Господу А человек сверху который не знает почему А если все не знают и просто не понимают он понимает Бога собственно ему хочется именно что Бог был таким каким он хочет жить. Иисусу ничего странного у нас говорим как не понимает это перебивая Владимир замечательный прорезает потому что люди ведут люди чувствуют нести это некого такого 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 как говорит нестодин паспор да а так чтобы видеть им смену такого живого живого общаться такого общения нести общения происходит с другими богами эти боди вызывают сочетую инстанцию вот поэтому этот мир живет в отчет и мы с вами тоже когда склоняемся к делой этой любви то мы тоже уподобляемся таким жизненным женщинам вот что интересно для крест 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 слово на кресте это слово спасение если скажешь человеку другому светскому то крест представляется всем другом правом крест это крест это крест как на крест который представляет крест ставится на каком музее который поставили крест вот такое крест для человека верующим крест слово отвести являетесь полного опасения истинного спасания потому что крест является оружием жизни для человека не верующего крест оружие всего смерти потому что они представляют это я вот так говорю крест это главное и крест на каком виде то есть что-то прекращает для человека верующего крест это символ жизни и вот представь когда слушать христиане говорят о жизни языческому миру а они понимают как так это же орудие смерти на нем же в работе спинают а вы говорите что это жизнь вот поэтому Господь избрал такой путь для нас с вами когда распялся чтобы показать что это оружие существует они по что не не они не как не они Продолжение следует...